По обе стороны от сельского дома культуры теперь две площадки – детская и спортивная. Об этом сельчане мечтали давно. Детей, конечно, в утренние часы мало, зато вечером и выходные рассказывают вся детвора здесь. Видите, какие прекрасные у нас детки. Поэтому для них это необходимо. И для родителей, и для мамочек. Спасибо огромное. Спасибо нашим депутатам. Такие же детские и спортивно-развлекательные зоны есть теперь и в селах Красная Воля, Верхней Николаевской и Каштаны. Таким образом, наказы избирателей в 4-м избирательном округе в этом году полностью выполнены. Впереди Новый год и новые планы, а, как известно, в селе работы всегда много. Но с завершением этого года и сами депутаты городского собрания Сочи и местные жители довольны. Я всегда с симпатией отношусь к селам. И дело в том, что мы ежегодно встречаемся с нашими избирателями и всегда слушаем их пожелания, это включаем наказы. И потом, согласно их пожеланиям, эти наказы стараемся выполнить. Но в этом году было особое удаление сделано на детские площадки, на спортивные, на детские площадки. И вот приятно, что в преддверии Нового года я считаю, что получился какой-то степень и подарок. В этом году по селу Хлебороб еще был отремонтирован водопровод на сумму 300 тысяч рублей. Поэтому мы улучшили водоснабжение всего села, насколько это было возможно. Также часть средств и возможностей было сделано по ремонту дороги. Все это делается депутатами по просьбе жителей. Задача одна – максимально эффективно подходить к развитию сельской территории и воспитывать детей в достойных условиях. Вот, например, здесь, в из-за студии «Надежда» теперь писать картины детям тепло и комфортно. Помогли провести отопление депутаты городского собрания «Суччи». А лучшие работы представлены в главном зале сельского дома культуры, куда и пригласили народных избранников посмотреть на творчество местных ребятишек. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».